Всем привет, дорогие друзья! Это с вами мы продолжаем, с вами Рубать Вальхим. В прошлой серии немножечко подковырнули мы медяшечки. Сейчас эту самую медяшечку я потихонечку начал переплавлять. Переплавлять слиточки, и сейчас мы будем торжественно дальше продолжать этим заниматься. Но пока мы этим занимаемся, я бы хотел, во-первых, крафтануть себе еще огненных стрелочек. Пока у меня есть из чего их создать, потому что огненные стрелочки это очень выгодно. Так, у меня не хватает, получается, на огненные стрелы смолы. Так, ну смола-то у нас как раз, в общем-то, здесь имеется в распоряжении. Так, накрафтимся еще огненных стрел. Так, да теперь совместим вот это. Так, и мы можем, получается, либо деревянные стрелы сделать, либо стрелы с этой самой, где они тут есть-то, господи. Бронебойненьких стрел, вот, с кремниевым наконечником. Кремния только нет у нас. Так, кремния только нет. Сто таких стрел у нас есть. Давайте возьмем кремний и сделаем себе еще пробивающие стрелы с кремниевым наконечником заодно. Так, теперь у меня не хватает, как ни странно, дерева. Так, ну дерево-то, я думаю, что мы сейчас себе придумаем. Где-нибудь вот здесь, например. Так, судя по всему, неплохо было бы пожрать. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут у меня тут какое-то вакханалие началось. Так, ну давайте подрубим еще вот это. Так, подрубим вот этого товарища тоже. Явно хочет, чтобы его подрубили. Так, пенечек можно тоже выковырить. Так, подрубим вот это, подрубим вот это. Отковыряем пенечек. Так, вернемся назад и доделаем себе еще стрел. Потому что стрелы это, блин, выгодно. Так, стрела с кремниевым наконечником. Или сразу огненную. Давайте сразу огненную, наверное. Хотя у этого колющей больше. У этого колющей меньше. Они, в принципе, как бы разные, по идее. Давай все-таки, наверное, с кремниевым тоже сделаем. Так, итого, у нас теперь куча обычных стрел. Сотка с этим. Ну, в принципе, вроде как неплохо получается. Так, мы можем заапгрейдить тунику из кожи тролля. Я, кстати говоря, что пропустил этот момент. Что они же грейдятся-то тоже. Троллиные шмотки-то. Так. А, четвертый нужен, чтобы загрейдить. Тогда не пропустил, простите. Четвертый нужен, чтобы загрейдить. Четвертый еще надо, блин, где-то взять. Для того, чтобы это у нас произошло. Ну, ладно. Допустим. Так. Пойдем посмотрим, что тут у нас с переплавкой. Так. С переплавкой. Мы туда добавляем медные руды. Так. Забираем отсюда медных слиточков. Так. И идем теперь сюда. Где мы с медных слиточков? Так. Забираем отсюда медные слиточки. И вот это вот все. Так. Теперь мы сможем сделать бронза плюс... Бронза Х5. Так. Бронза Х5 мы сделали. И потом дальше что-то перестали делать. А почему? Так. Потому что мне опять ни хрена не хватает пластин. Так. Ладно. Давайте пока отсюда бронзу и вот это вот выкинем. Так. Бронзу и вот это вот выкинем. Посмотрим что тут у нас дальше происходит. Так. Во-первых сюда надо явно захреначить угля. Так. Отсюда явно надо захреначить слитков. Так. Слитки мы явно отсюда захреначили. Отлично. Так. Идем теперь сюда. И переносим себе назад вот это вот все. Можем кстати говоря еще один кубик найдем. Можем еще одну кузницу поставить. Так. Делаем еще бронзу. Х5. Так. Можем себе создать еще одну бронзу. Еще одну бронзу. Так. И все. Теперь у нас закончилась медь. Так. Медь у нас закончилась. И теперь нам 16 бронзы. Так. Из 16 бронзы мы можем сделать что-нибудь. Так. Ну во-первых нам надо конечно выгрузить отсюда вот это. Так. Теперь вопрос с 16 бронзы. Значит нам нужен бронзовый топор. Для этого нам нужно обрывков несколько. Так. Ну давайте пойдем сделаем бронзовый топор. Так. Бронзовый топор. Мы поставим место каменного топора. Каменный топор мы допустим отсюда выкинем. Так. Что у меня еще есть? У меня есть еще 8 бронзы. Из этих 8 бронзы я могу сделать что? Ну у меня есть набор тролля, который в принципе меня устраивает. А бронзовую булаву я хотел сделать. Как раз 8 бронзы этих. У нас тогда будет и эта штука, и булава. И топор. И в общем по идее мы сможем неплохо если что выступить. Так. Теперь пойдем попробуем рубануть березу. У нас там где-то есть валяющаяся береза. Она там с начала игры валяется. О смотри работает. Так. Качественная древесина. Ага. То есть это была не хрена, а берег какой-то. Торабль. Ох. Синий флаг. Черт мотай. Тут сколько всего. Бродильная бочка. Все-таки пивко-то будет. Угу. Так. Все-таки пивчанские у нас будет. Качественная древесина. Ну а не качественная. Теперь качественная еще есть. Так. Ну ладно березка. Сейчас мы почитаем что там еще у нас появилось. Блин. Нам поход придется реально сейчас делать побольше дом. А мы кстати говоря можем вместо булавы заапгрейдить меч себе. Тоже в принципе неплохая история. Так. Бук. Так. Бук как-то плохо падает. Так. Падающий бук. Сейчас мы его разрежем на части. Наш меня не убил. Неплохой топорик. Только он очень быстро заканчивается по-моему. Так. И чтобы он перестал рубить. Так. У меня опять закончилось место. Качественная древесина. Короче. А блин. У меня еще и штуки с собой. Да. Дело тут не в качестве древесины. Я в принципе хотел только все лишь попробовать. Так. А если я это выгружу? Ну да. Это вряд ли на шоку влияет. Ну ладно. Так. О. Половинку можно выкинуть как раз. Ну ладно. Давайте. Потом тогда сюда вернемся. А сейчас пока бежим тогда до дома. Так. Бежим до дома. Посмотрим. Что тут у нас в этом самом додоме сможем сделать. Так. Так. Я хотел что-то тут. Так. Кружка. Бонус к парированию. Кружкой можно парировать. Неплохо. Вот это настоящий викинг. Парирование кружкой мне нравится. Так. Что у нас появилось? Давайте. Что из рецептов появится? Что еще такое? Портал. Ага. Соединяет с порталом. С такой же меткой или без нее? А. Вот и глазик. А вот и глазик. Оказывается. Так. Вот это спасибо, ребята. Вот это зашибись. Так. Тогда мне надо прошерстить подземелье. То есть теперь мы в принципе... У меня как раз два этих самых есть. То есть если мы по идее разломаем портал... То есть один нам надо поставить вот здесь. Во-первых. Блин. Мне надо усилить эту штуку. В смысле расширить. Так. Мне надо больше древесины. Так. Стоп. Так. Пока остановись. Так. Пока остановись, дружище. А нужна мне бронза, чтобы это все строить? Так. Портал это охрененно. А и оберег что такое? Накладывает на окрестносте магическую печать. Не позволяет другим игрокам строить здания или открывать двери. Прикольно. Так. Это что такое? Так. Это у нас, соответственно, какой-то корабль интересный. Так. Что у нас появилось в ремесле? Так. Это что такое? Тесла. Улучшение для верстака. А. Из бронзы как раз. Из качественной древесины. Так. Тесла. А это что такое? А ну как, подожди. Наковальня у меня уже есть. Кузнечный охладитель. Улучшение для курицы. Из 10 стаков. Миги. М-м-м. Так. Ладно. Ну, во-первых, я хочу Теслу. Теслу. Так. Купим себе Теслу. Так. А куда она ставится, простите, Тесла? Это... Так. Ну, у нас тут что-то очень тесно становится. Так. У нас теперь есть верстак четвертого уровня. Теперь можно много чего загридить. Так. И он может что-то теперь крафтить интересное, да? Не может? Так. Не, ну, зато мы можем загридить себе шепот самый тролля. Так. Ну-ка, пойдем загридим все тролля до начала. Так. Тут прям без бутылки не разберешься. Так. Во-первых, я хочу загридить тунику из кожи тролля. Так. Теперь я хочу загридить штанишки из кожи тролля. Так. А шлем из кожи тролля, чтобы загридить, мне нужны кости. Так. Кости, которые у меня, по идее, есть, да? Так. Теперь мы можем загридить плащ из кожи тролля и шлем из кожи тролля. Так. Ну, давайте загридим пока вот так. Так. Ну, мне, значит, надо убить еще немножечко троллей. В таком случае. Так. А на это нужен пятый уровень. Значит, пятый уровень здесь есть. Хе-хе. Логично, да? Ну, по-моему, вполне логично. Так. Эту штуку я не зря отсюда выгрызил. Так. Это у нас, короче, ставилось за бронзу. Так. Теперь что там с охладителем-то у нас? Так. Кузнечный охладитель. Десять меди нам нужно для того, чтобы кузнечный охладитель придумать себя. Десять меди у нас есть. У нас есть одна медь. Так. Сейчас погоди. Так. У нас есть одна медь. Так. У нас есть немножечко добавлено качественное древесинное. Качество, наверное, я зря здесь буду сжигать. Наверное, не стоит этого делать. Так. Медиа у нас восемь. Плюс еще пятнадцать здесь есть, которые я могу переплавить. Так. Это мы сюда загружаем. В таком случае. Так. Еще шесть у нас остается. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Так. Что там отсюда выгрузить? Давайте пока выгрузим вот это, например. И... Так. Уголь надо загрузить вовнутрь. Так. А в чем я... Почему я такой... Ааа. Потому что, наверное, бронза. Так. Да. Давайте бронзу отсюда выпихнем. Так. Сюда спихнем уголька. Так. Так. Еще две единички меди мне нужно для того, чтобы поставить кузнечный охладитель. Не знаю, нужен он мне будет сейчас в данный момент или нет. Так. А чтобы поставить портал, что там надо? Так. Дерево и глаза. И верстак. Дерево, глаза и верстак. Я понял. Так. Это у нас получился девятый. Так. И десятый. Да, сейчас. Так. Что еще там, кроме меди-то, надо? Меди. Качественная древесина. 25 штук. Так. Которой у меня нету. Да, больше. Да, у меня качественной древесины, столько и нет. Пойдем подрежим себе качественной древесины. Вон у нас там как раз есть березка. Все, устал что ли уже? Так. Бревнышко упало. Хорошо. Так. У меня опять закончилось место. Да. Надо всякие эти шкуры троля и прочую другую чепуху отсюда выгрузить. Так. Выгрузить, выгрузить, выгрузить отсюда. Так. Давайте мы пока выгрузим вот это, что наше место занимает. Так. Вот это, наверное, надо загрузить наоборот вот сюда. Пусть она у нас пока плавится. Пусть она у нас пока плавится. И что у нас там еще-то? Так. Так. 161. Ну, место у нас, по идее, сейчас должно наработать. Так. А как сюда загрузить? Так. Так. Добавим сюда обычную. Добавлю древесину, древесину, древесину. Так. Древесина. Древесина. Обычная древесина у меня закончилась, осталась только необычная. Значит, сюда мы подгружаем еще вот такую фигню. Так. И погнали за этой самой. За качественной древесиной. Так. 4 качественных древесины. Интересно, а кроме березки еще есть качественная древесина в игре? Так. Ну, ладно. Сейчас мы поставим кузьмичный охладитель. У нас будут максимальные грейды. Позвольте, что мы с них можем, собственно, сделать. Если там что-нибудь интересное. Так. 25. 24 у нас. Так. А ты не березка? Нет, это бук. Так. Бук-а-бу-ка-бук. Бук-бук-бук-а-бу-ка-бук. Так. Блин, еще березки теперь ходить искать, задолбаешься. Бабах. Блин, не укатывайся. Так. Отлично. Эта древесинка у нас есть. Так. Вот это перерабатываем и... Тихонечку валим тогда. Так. Валим тогда домой. Так. 36 качественной древесины имеем мы в распоряжении. Так. Беги-беги. Беги, суслик. Так. Надо тебе только одеть, наверное, да? Тут какой-то очень... Хрипенький у меня получился. Вон, другое дело. А, так. Теперь мы, наверное, можем, да, поставить кузнечный охладитель? Не можем. А, меди нет. Так. Сейчас. Меди нет. Меди нет. Медь должна уже быть. Так. Здесь у нас уголечек. Так. Уголечек мы подгружаем сюда. Так. Отсюда мы берем медяшку. Так. Три медяшки у нас есть. Остальные у нас там. Так. Я надеюсь, что костер потом разгорится. Так. И тут, соответственно, забираем еще медяшки. Так. Теперь мы можем поставить здесь кузнечный охладитель. Да. Хоромты тесные у меня получились. Давайте пока поставим сюда. Так. Теперь у нас есть кузница третьего левела. Так. Во-первых, надо подпочиниться. Во-вторых, что теперь могу делать? Делать я не могу ничего. Могу просто больше грейдить, получается. Так. То есть я могу загрейдить, например, тот же самый меч. Он будет еще сильнее рубать. Могу загрейдить щит. Так. Я бы лучше, наверное, начал с портала. Так. 20 качеств для весины нам нужно. Глаз и 2 ядра. Так. Глаза у нас присутствуют в большом количестве. Так. Ядра у нас. Подожди. А почему я одно ядро осталось? А где стальные ядра? А, вот. Так. Ядер у меня, кстати говоря, 5 получается. Так. Качественная древесина. Нам нужно 20-ку. У нас ее нет. Так. Пойдем. Найдем все качественные древесины. Так. Рубка аж 25 у нас теперь. Вообще класс. Класс. Так. Качественную древесинку забираем. Значит, мне надо с собой иметь там, где я хочу ставить второй портал. Либо, соответственно, качественную древесинку. Свою собственную. Либо брать ее с собой. В принципе, качественную древесинку, я так понимаю, найти не проблема. Так. Сколько у меня? 22 качественных древесинки у меня. Намечательно. Так. Возвращаемся тогда домой. Так. А куда мне поставить портальчик? Поставить его наверх, может быть, вот здесь? Так. Давайте откатим немножечко вот это. Дальше я домик, наверное, буду куда-то туда продлевать. По крайней мере, мне кажется, так в данный момент. Так. А могу я поставить сюда, например, ну просто обычный пол. Он не отвалится? Так. Вроде как он не отваливается. Пока, по крайней мере. Ну ладно. Тогда я вот сюда хочу и поставить, собственно, вот эту фигню. Так. Глаз мне нужен и ядро. Так. Пойдем. Возьмем. Закрыть. А то меня смущает. Так. Возьмем отсюда. Так. Вот эти вот штуки. Так. 20 глаз у нас есть. Еще у нас там где-то валяются глаза. Так. Ядра. Вот это вот мы забираем. Вот это вот мы выгружаем. Так. У нас нагруженность есть. Есть у нас нагруженность. Так. И тогда мы сможем поставить портал. Ну, например, вот сюда. Вот здесь стоит. Так. А где у него, интересно, вход? Где у него выход? Так. Ну ладно. Поставили портал. Как он работает? Так. Метка не подключен. М-м-м. Метка. Так. Допустим, метка дом. Не подключен. Не подключен ни к чему. О, ворона. Портал отлично подходит для быстрого перемещения между разными частями мира. Сначала нужно построить их с обеих сторон. Затем дать им одинаковое имя. И они сами сработают. А, вот оно что. Тогда он будет называться один. Потому что я не знаю, как он воспримет русский язык. Так. Портал один у нас будет. Так. Портал один. Портал один. Портал один. Портал один. Так. Обычный плащ и шкура оленя. Так. Куда бы тебя... Загрузить-то. Так. Здесь у нас, получается, медные пластиночки, кремени. Вот эта штука. Так. С собой тогда две такие надо таскать постоянно. Или таскать, или где-то найти. И десять глазиков надо найти. Для того, чтобы быстренько перемещаться. Так. Это вообще замечательно. Это вообще замечательно. То есть, мы можем их расставить по каким-то ключевым точкам. Например, где-нибудь в темном лесу. И ходить там, всех валить. Это ли несчастье? А почему мне холодно? Там уж дождь идет. Вообще, надо что-то с этим делать. Так. Вообще-то надо что-то с этим делать. Потому что здесь явно нужен навес над этой хреновней. А просто только как его сделать? Надо, короче, наверное, заняться все-таки домиком. Он у меня какой-то скромненький, маленький получается. Надо нормальный сделать. Он, конечно, миленький и все такое прочее. Но нормальный дом никто не отменял. Так. А что мне надо, чтобы загридить себе, например, меч? Четыре куска бронзы мне надо, чтобы загридить себе меч. Так. Которых у меня, я так понимаю, нет. Так. Ну, мы можем создать бронзу Х5. Давайте создадим. Так. Тогда я смогу себе... Не, не смогу. Так. Шкуры не хватает. Забираем шкуры. Нет, не забираем. Так. А что к тебе выгрузить-то? Так. Шкуру тролля надо тебе выгрузить. И давайте вот эту пока выгрузим. Так. Теперь забираем отсюда просто вот это вот шкурье. Так. И делаем апгрейд на бронзовый, давайте, меч. Так. Меч у нас загридился. Таким причудливым образом. Это замечательно. Так. А вот теперь вопрос. Не может быть телепортирована. Невозможно телепортировать. А в каком виде она, простите, останется? То есть, ладно, я-то быстро перемещусь. А что случится с медной рудой после перемещения? Невозможно телепортировать. Литок меди может быть весьма полезным. Ну, то есть, в принципе, сходить сам я смогу. Я так понимаю, да? Если что. А вот телепортировать ресурсы я не смогу. И все равно придется, судя по всему, ввести на тережке, что ли? Ну, как-то примерно так это выглядит. То есть, с ресурсиками все будет не очень просто. Так. Что мы еще можем загридить? Можем загридить себе еще меч. Но для этого нужно 8 бронзов. Так. Которых у нас, в общем-то, нет в распоряжении. В ближайшее время не предвидится. Давайте вот этот мы перегрузим сюда. Так. Что у нас тут? Давайте смотреть. Так. Сюда можем подбросить древесинки. Так. Давайте подбросим сюда 25 единиц древесинки. Сюда мы тогда подбросим плавильню всякого. Ну, и, кстати говоря, 5 слитков бронзы еще есть. Угу. 5 слитков бронзы у нас есть еще и здесь. А то, может быть, мы сейчас что-нибудь еще и подгрейдим дополнительно. Так. Ну, меди нет больше. Все. Медь закончилась. Так. Медь у нас закончилась. Уголь у нас всего один. Так. Здесь у нас один слиток бронзы. И там еще 5. Итого 6. А что я могу на 6 слитков бронзы сделать? А, ну на 5 слитков бронзы я могу загридить еще себе щиточек. Пару ударов клинка. Пару ударов клинка. И, наверное, будет поставить что-то, наверное, будет поставить что-нибудь. Так. Деревянный дракон улучшения. Это для красоты. Так. 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 В ремесле у нас открывается... Так. Нет. Вот это я в другое место положу. Так. Наделать с этих деревяшек тогда расширение на дом. И тогда можно в этом доме будет расставить всяких бочек, хреночек и так далее и тому подобное. Так. Вот это мы тогда перегрузим пока что сюда. Так. Ну и что? Поспа или уже утро? По-моему, и так уже утро. Ну да. Спать не обязательно. Хорошо. Ладно. Тогда на сегодня я с вами прощаюсь. А в следующей серии мы тогда займемся нашим домиком. Надо сделать всего будет побольше чуть-чуть. Чтобы там поместились всякие бродильные бочки и прочие другие агрегаты. Спасибо, ребята, за внимание. В следующей серии продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok